Здравствуйте, меня зовут Федор Васильев, это проект Joomla Sensei, урок номер 130. Вам приходилось видеть сообщение Invalid Token или пустую страницу с надписью неверный параметр? Joomla выдает его в разных ситуациях, например, при попытке входа в аккаунт второй раз, или при просроченной сессии и обновлении страницы. В данном уроке хочу порекомендовать бесплатный полезный плагин, который позволяет перехватывать пустую страницу и вводить любую информацию, которую вы напишите или просто, если мы в плагине не напишем никакой текст, то есть этой проблемы больше не будет. То есть это очень-очень полезный плагин. У меня тоже на сайте наблюдались такие проблемы. Я нашел решение, нашел этот плагин. И теперь, надеюсь, больше не появится данная ситуация. Плагин вы сможете скачать на моем сайте, ссылочка будет в описании под этим видео. Переходим в админку сайта, заходим в расширение установить, и просто перетаскиваем мышь, устанавливаем данный плагин. Плагин успешно установился, переходим в расширение менеджер плагинов. Он у меня сразу показывается наверху, если у вас он сразу не показался. Здесь справа кликаем ID, кликаем туда еще раз, и тогда мы сортируем, и наш плагин становится на самом верху. Зайдем внутрь, там в принципе настроек никаких нет, и у нас вот есть небольшие параметры. Use backend, то есть срабатывать в админке, или use on frontend, то есть на сайте, на основном, на лицевой части сайта. То есть бывает, что в админке может такая быть ошибка, здесь на ваше усмотрение я включаю. И месседж, сообщение, которое будет возникать, когда у нас там просрочилась сессия, или вот по каким-то другим моментам, когда джумала нам выкидывает такую неприятную белую спустую страницу. Если ничего не напишем, то просто не будет срабатывать вот эта вот проблема. То есть как бы мы ее, эту проблему просто закрываем этим плагином. Нам лишь остается здесь его включить, и сохранить, и закрыть. Вот и все, в принципе. Установили, включили, и забыли о проблеме. Вот такое вот короткое видео получилось. Надеюсь, для вас видео было полезным. Если это так, поддержите меня, пожалуйста, лайком, и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новые познавательные выпуски. На этом я с вами прощаюсь, и до нового видео. Если вы уже стерли пальцы в поисках хорошего, качественного хостинга для вашего лендинга на Adobe Muse или с сайта на джумле, неважно, то сейчас я вас хочу познакомить с замечательным хостингом под названием «Хостик». Сам пользуюсь данным хостингом уже много месяцев и очень доволен. Главное примечание хостинга – тестовый период 30 дней. 30 дней вы сможете пользоваться хостингом абсолютно бесплатно. Второй, очень важный момент – возврат денег в течение 45 дней, если вас не устроят услуги хостинга. Готовый КМС – 3 года на рынке. Молодой хостинг – это очень важно. Онлайн-поддержка на высоте. Перейдя на хостик, вы сможете увидеть в правом нижнем углу вот такой вот прямоугольник – это онлайн-чат. Круглые сутки трепетная служба поддержки готова отвечать на ваши вопросы. И даже ночью. Лояльные цены – мощные сервера. Если вы совсем новичок и ваш сайт уже расположен на каком-то хостинге, но он вам не нравится, служба поддержки готова бесплатно перенести ваш сайт к ним. У них есть замечательная акция – 3 месяца бесплатного хостинга. Ознакомиться с данной акцией вы сможете, перейдя на этот хостинг. При оплате за год можно сэкономить до 45%. А также для мощных сайтов хостик предоставляет мощные сервера. Вы меня знаете. Я вам плохого не посоветую. Итак, если вас заинтересовало и вы хотите ознакомиться с данным хостингом, ссылочка под этим видео. Переходите и знакомьтесь. Субтитры создавал DimaTorzok